МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги понедельника, 15 апреля, расскажут журналисты ЮИ-ТВ. С вами Елена Вознесенская. И в начале выпуска коротко о главном. Ухудшилось здоровье. Узник Кремля Эдема Бекиров нуждается в срочной госпитализации. Живое сердце на 3D-принтере. Ученые впервые напечатали органы с человеческих тканей. Сборная Украины по борьбе вернулась домой с трофеями. Встречал спортсменов корреспондент ЮИ-ТВ. Ухудшилось самочувствие узника Кремля Эдема Бекирова, сообщила его дочь в Фейсбуке. По ее словам, у отца болит левая сторона груди, появилась тяжелая одышка, отечность на губах и критически высокий уровень сахара. Элеонора Бекирова пишет, отец нуждается в срочной госпитализации и постоянном уходе. У 57-летнего Эдема Бекирова ампутирована нога, которая не заживает. Крымчанина российская ФСБ задержала на въезде в аннексированный полуостров в декабре прошлого года, якобы за хранение боеприпасов. В Крым Бекиров ехал проведать 78-летнюю мать. Обвиняют в экстремизме. В отношении крымского татарина Рустема Абилева ФСБ открыло уголовное дело. Ранее российские силовики ворвались в его дом и мечеть. В ней Абилев был имамом. Происходило все это в штурмовом поселке вблизи Севастополя, сообщает Крымская Солидарность. По их данным, Абилева задержали и увезли. События снимали российские телеканалы. Рустем Абилев – стоматолог. У него есть своя клиника. Забрали какие-то книги. Какую статью ему предъявили, мы не знаем. То, что узнали от соседа, что у него дома осталась жена беременная. И его увезли. Но это не первый раз уже приходит. Приходили вот джами, которые построены силами нашей маленькой деревни. И там обыски проверяли паспорта на этот обеденный намаз, на пятничный намаз. Это уже не первый случай. У них одна цель – напугать наш народ. У них другой цели нет. Они вот таким макаром, вот таким способом хотят нас отсюда выжить. Послы стран Евросоюза придут на суды над военнопленными в России. И об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Фейсбуке. Она встретилась с постоянным представителем Евросоюза ВРФ Маркуса Медерера. Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу моряков на три месяца до конца августа. Судно над украинскими моряками состоится в среду в Москве. Им хотят продлить арест до конца июля. Украинских моряков удерживают в Лефортовском СИЗО. Российский суд арестовал их до конца апреля. На суде все моряки назвали себя военнопленными. Три корабля военно-морских сил Украины российские силовики захватили 25 ноября в нейтральных водах Черного моря. В плену оказались 24 моряка. Семь раз боевики открывали огонь на Донбассе с начала суток, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Трижды оккупанты стреляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Район Авдеевки накрыли огнем из минометов калибра 120 и 82 мм. Также там применили гранатометы и стрелковое оружие. По украинским позициям в Новоселовке-2 били из минометов. Горячо также было в Невельском и Лебединском. Потерь среди защитников Украины нет. БТР с цифровой связью и дронами. Киевский бронетанковый завод совместно с частными компаниями презентовал новый бронетранспортер. Командно-штабная машина оснащена новейшей автоматизированной системой управления боем. В частности, выводит целостную картину на компьютеры. Оперативно передает боевые задачи и контролирует их выполнение. Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, после заводской обкатки БТР испытают украинские военные. Пять боевых вертолетов в Эстонию отправила Великобритания. Апачи должны способствовать сдерживанию России в Прибалтийском регионе, заявил министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон. Решение Лондона поддерживают и другие страны-члены НАТО. Ранее эстонская разведка сообщала, единственная серьезная угроза для безопасности Эстонии исходит от России. 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям Минобороны Эстонии Кости Сальм заявил, ведомство готовится к возможной войне. Охвачен пламенем собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Языки огня вырываются из окон здания. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате пожара. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Там продолжались ремонтные работы. На месте работают десятки пожарных. 237 человек погибли в ДТП за 4 дня празднования Нового года в Таиланде. По всей стране произошло свыше 2300 аварий. Большинство жертв – мотоциклисты. По данным полиции, всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника. Большинство ДТП произошли из-за превышения скорости вождения и вождения в нетрезвом состоянии. Последний день для смены места голосования во втором туре президентских выборов. В первом этим правом воспользовались 300 тысяч человек. Сейчас, по данным госреестра, зарегистрировалось около 250 тысяч. Детали в материале корреспондентов UATV. Это очередь в одном из центральных районов Киева – Соломенском. Чтобы сменить место голосования, люди стоят иногда по несколько дней. Здесь студенты, трудовые мигранты, а также переселенцы из Донбасса и Крыма. Только в последний день записалось 900 человек. В пятницу была очередь 1382 человека. Как вы понимаете, пропускная способность, естественно, меньше. Но спасибо есть самоорганизация. Люди, которые не пришли в пятницу, прошли в субботу. Из этого же списка люди доходили в воскресенье. Все те, кто пришел в воскресенье, вписались в один список. И как бы вот кто может, пришли сегодня. Самые инициативные в очереди берут на себя обязанности администратора. Они организовывают ожидающих, ведут списки и следят за порядком. У нас была такая ситуация на первом туре. У нас была такая ситуация во время первого тура. Когда мы пришли, за две недели была большая очередь. Никто не понимал, куда идти, за кем кто стоит. Людям было очень трудно. В очереди стояли по 8-9 часов. Поэтому за последние 10 дней в Вайбере мы организовали списки и таким образом наладили процесс работы. Игорь – переселенец из Донецка. Он уже успел подать документы для сверки данных в госреестре. Я не голосовал в 2014 году и был поражен в правах. Но сейчас хочу исполнить свой гражданский прав. В другом районе, Печерском, за полдня место регистрации из 500 желающих сменили больше половины. Оксана, чтобы проголосовать во втором туре, прилетела из Норвегии. Я очень сильно болею за то, что происходит сейчас в Украине. И это стоит того, чтобы прилететь и проголосовать. Людей очень много. Причем я так понимаю, что на этом участке их даже не самое большое количество, потому что некоторые люди, мои знакомые, стояли по 7 часов. Сначала люди ведут учет на бумаге. Но познакомившись, быстро организовываются и создают группу в Вайбере. Потребно несколько годов чекаться людям, потребно свои справы работать. Из-за того, что здесь нужно несколько часов ждать, а людям необходимо свои дела делать, чтобы они не пропустили очередь, мы делаем группу, в которой будем писать, какие номера вызывают, чтобы люди могли вовремя подойти. Сделал ссылку на инвайт в чат маленькой и QR-код сгенерировал. Хоть что-нибудь добавил. Да, сейчас еще таксерокопию сделают и повесят на доску. Решил сделать. Оно реально ускоряет, чем классическая, когда кто-то с бумажкой сходит и всех толкает, и нет, и да, я там занимался утра, так гораздо удобнее и легче. Слава тебе Господи, 21-й век на дворе, да. Для повторного голосования не по месту регистрации необходимо было еще раз пройти процедуру изменения места голосования. Свидетельство, выданное во время первого тура, не действует. Отделения государственного реестра избирателей начали принимать заявления неделю назад, 8 апреля. В Киеве работало 10 таких пунктов. Ольга Михалюкина, Сазанина, Игорь Каркадым, Сергей Ильинский, UATV. Переданы бюллетени для голосования за границей. Всего 450 тысяч. Их центральная избирательная комиссия передала представителю МИДа Украины. В общей сложности за рубежом 101 избирательный участок. Во время первого тура выборов президента там проголосовали свыше 55 тысяч избирателей. Всего же в реестре 410 тысяч украинцев, проживающих за рубежом. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. В него вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. 2700 международных наблюдателей зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Они будут следить за порядком на участках во втором туре выборов. Он состоится, напомним, 21 апреля. Наблюдатели, в частности, из США, Франции, Японии, Вьетнама и Канады. Кроме того, зарегистрированы и наблюдатели от Евросоюза и Европейского парламента по СЕУБСЕ. Банкрот по собственному желанию. Президент Петр Порошенко подписал кодекс по процедурам банкротства. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве. Новая процедура, в частности, помогает должнику выйти из затруднительного положения через суд. Он должен защитить от давления кредиторов и создать условия для погашения задолженности. Я сегодня подписал закон про банкротство. Я подписал закон о банкротстве. Несмотря на то, что у нас были несколько вопросов по организационному оформлению, я думаю, что на уровне нормативных документов мы найдем возможность и согласуем позиции. Не гуглом единым. Украинская компания Грэморли создала в Киеве двухуровневый офис с подвесным мостом, душевыми и спальней. Весь дизайн выполнен в теплых оттенках и с использованием экологически чистых материалов. Необычный офис построила команда украинского дизайнера и архитектора Славы Балбека. Специально для ЮИТВ создатель провел экскурсию. Это Слава Балбек, украинский архитектор. В свои 35 он с командой спроектировал сотни офисов по всему миру. Самые впечатляющие в Сан-Франциско, Харькове и Киеве. Слава встречает ЮИТВ в своей мастерской. Я работаю вот здесь. Это стол переговоров. У меня нет в офисе рабочего места. Рассказывает об одном из самых необычных проектов. Офис на 150 человек площадью в 1750 квадратных метров. Придумал для них спальню, душ, камин и даже музыкальную студию. Специально для съемочной группы Слава проводит экскурсию по офису компании Грэморли. Мы находимся в офисе Грэморли. Это 8-метровые потолки, это двухъярусное пространство, это мост. 50 тонн металла просто висит в воздухе. Ну, практически, да, подвесная система. Мы учитывали то, как это было сделано само здание. Ну, пошли, к примеру, если двигаться по этой схеме, к примеру, есть такая комната, называется комната музыки. Офис разбит на 6 рабочих зон. Все они разрабатывали специально под проект. Каждый стол имеет индивидуальные размеры, и их легко можно менять под сотрудников компании. Есть там дышевые, туалеты. Мы сейчас, наверное, транзитом пройдем через кухню. Это кухня. Здрасте. Всем привет. В принципе, сама концепция офиса, она, скажем так, в экологическом стиле. Ну, как бы, нельзя сказать экологический стиль, есть подход, да. Пожелание было, давайте мы сделаем все из натуральных материалов, давайте мы сделаем атмосферу природы. Это все еще основной холл. Здесь все создано для того, чтобы делать конференц-звонки до 150. Человек, обустроена специальная сцена, есть подключение по всей поверхности. Двигаемся наверх. Мы не хотели перекрыть полностью всю плоскость. Мы бы хотели сделать так, чтобы у ребят была возможность путешествовать по кругу, по периметру офиса, затрагивая какие-то точки. Это комната для сна такого-то. И прошу сюда. У нас есть три ячейки, закрытые, шумоизолированные, и ты спокойно проводишь здесь время. Двигаемся дальше. Эти зоны, вы как обратите внимание, что это крыша технических помещений. Это крыша гардероба, это крыша переговорки. То есть мы, по сути, дублируем функцию каждой зоны, просто дополнительно используем ее как их вторую плоскость, второй уровень. Слава продумал и лаунж-зону с камином и палатками, где сотрудники могут ощутить себя словно на природе. Вот, собственно, мы сделали уже кольцо, мы вернулись, прошли золотой этот круг, прошли это касательно по всем зонам лаунжа. Вот так, короткое интервью. Экстремальный вид спорта на Донбассе. Первый в Украине центральной уличной культуры открыли в Лисичанске. Скейтпарк «Дружба» объединил около сотни подростков разного возраста. Деньги на его строительство выделило агентство США по международному развитию. Велосипедным мотокроссом Роман увлекается три года, знает десятки опасных трюков, а началось все с поездки в Татарстан. Я просто поехал с родителями в другой город к родственникам, увидел впервые в жизни скейтпарк. Там люди моего возраста просто катались, я с ними познакомился, мне подсказали по связям, где купить велосипед подешевле. Ну и все, на нем начал кататься, мне понравилось. После чуть подзаработал, продал, купил хороший. И сейчас вот уже третий год, все, так же катаюсь и катаюсь. До появления скейтпарка в Лисичанске биомиксеры занимались на улице. Так что зимой этот вид спорта был недоступным. Деньги на первый в Украине центр уличных культур выделило агентство США по международному развитию. Это 32 тысячи долларов. За эти деньги сделан ремонт, разработка дизайна, строительство фигур. Андрей осваивал биомикс по роликам в интернете. По ним там же тебе не расскажут, как это все правильно сделать. С какой ногой, с какой рукой, в какую сторону. Там этого не рассказывалось. То есть учил сам. Просто смотрю на видео, он крутится туда. Я тоже попробую туда. А на самом деле мне надо туда. Сейчас я это уже все элементарное знаю. И могу спокойно научить трюкам. Теперь у Андрея около 20 учеников. Чтобы они тоже могли. Чтобы они не так, как я, три года к этому шел. Чтобы они за год до этого дошли. И умели лучше, чем я. В центре уличной культуры есть возможность заниматься не только на велосипедах, но и на самокатах, роликах или скейтах. Также есть место для занятия паркуром, трюковым футболом и стритболом. В планах установить скалолазную стенку. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭТВ. Завершился чемпионат Европы по борьбе в Бухаресте. Сборная Украины завоевала 10 медалей. Последними на родину вернулись представители греко-римского стиля. В аэропорту Борисполь их встречал и корреспондент ЮЭТВ Олег Шумейко. После выходных зона прилета аэропорта Борисполь превращается в место встречи спортивных делегаций. Везут золото, серебро, бронзу. Я о медалях. В понедельник вечером на родину вернулась последняя часть сборной Украины чемпионата Европы по борьбе, который проходил в столице Румынии Бухаресте. Вернулись не с пустыми руками, привезли 10 медалей. Порадовал Жан Беленюк, который после трех лет перерыва вновь стал чемпионом Европы. Я доволен на сегодняшний день результатом. Очень было приятно порадовать зрителей, болельщиков своим выступлением. Спасибо всем, кто болел, кто поддерживал, кто верил, кто занимался мною в первую очередь. И вообще весь тренерский штаб, вся сборная работает для достижения максимальных результатов. С бронзовой медалью на родину вернулся крымский татарин Ленур Тимиров. Третьим он стал на последнем чемпионате мира. Теперь вот третье место на чемпионате Европы впереди в мыслях Олимпийские игры в Токио. Кто не мечтает о олимпийской медали? Конечно, мечтаю. И будем стремиться, и будем все делать для этого, чтобы завоевать еще одну медаль олимпийскую для нашего народа. В общем зачете украинцы на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте стали третьими. Привезли 10 медалей. 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Олег Шумейко, Дмитрий Борщ, UATV. Впервые в истории ученые напечатали живое сердце из человеческих тканей. Жизненно важный орган создали с помощью 3D-принтера. О медицинском прорыве расскажет Александр Кулибаба. 3D-принтер завершает работу над первым в истории науки искусственным сердцем из человеческих тканей. На его создание у машины ушло 3 часа. Размер этого сердца всего 2,5 сантиметра в диаметре, как у кролика. Эту мини-модель ученые уже называют самым большим прорывом в медицине. Это впервые напечатанное целое сердце с кровеносными сосудами и клетками. В Тель-Авивском университете напечатали десятки таких пульсирующих сердец. Их пересадят животным, чтобы проверить жизнеспособность технологии. Впервые мы напечатали материалы и клетки самого человека и создали такую сложную геометрию сердца. Все сердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, сделаны из более синтетических материалов. Или других материалов, которые не происходят от самого пациента. По словам исследователей, уже в ближайшие 10 лет они научатся создавать с помощью тканей и клеток человека любой орган для пересадки, персонифицированный под каждого пациента. Александр Кулибаба, UATV. По Варшаве за полдоллара в городе появился новый бюджетный сервис аренды электротранспорта. Теперь туристы и местные жители могут ездить на самокатах. По всей столице для них установили специальные парковки. Как оценивают горожане такой вид транспорта, смотрите в сюжете корреспондентов UATV из Варшавы. США, Великобритания, Швеция, Австралия и еще десяток стран мира. А теперь и Польша. Здесь появился новомодный сервис – электросамокат в аренду. Работает в Варшаве, в Ротславе и Познане. Взять в аренду электрический самокат довольно просто. Для этого нужно скачать соответствующие приложения с интернета, зарегистрироваться там, положить на счет деньги, а потом сканировать штрих-код. Ну и все, поехали. За использование придется заплатить два злотых. Это около полдоллара. Каждая минута проезда 50 грош или 12 центов. В принципе, да, только немного дороговато. Найти вот такие электросамокаты можно почти в любой части города. Они установлены в туристических спотах на центральных улицах. Удобство уже оценили туристы. Я планирую проехать около полутора километра. Пешком – это около получаса, а так минут пять-шесть. Электросамокаты особенно популярны среди туристов. Говорят, с помощью такого средства передвижения можно больше увидеть и эффективнее тратить время на прогулки. Главное – не забывать о пешеходах, которые могут выскочить перед электросамокатом в любой момент. Мне кажется, они слишком быстрые и опасные для пешеходов. Это сеть аренды электросамокатов родом из США. На сайте компании можно проголосовать за страну и город, чтобы и на ваших улицах появились вот такие точки аренды удобного электротранспорта. Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала eitv.ua Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с EITV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова